Ну что, друзья, давайте сейчас услышим какую-нибудь пасхалку на The Elder Scrolls 6 у Майкла Жица. Всем привет! Меня зовут Сагиро Иван. Это мой канал Мистер Гэд. Поехали! Друзья, у меня есть самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Ссылочка внизу. Зацените. Просто зацените. Я хочу так пройти. Не знаю, выйдет или нет. Ладненько, друзья. Сейчас будут все, все фразы Майкла Жица. И давайте внимательно слушать и анализировать каждую из них. Поехали. Майк постоянно ищет кромциркули, но не находит. Куда же они могли подеваться? Господи, это же, это же 100% пасхалка к Обливиону, потому что там этих кромциркули просто завались было. Какие-то, знаете, такие как клешни, которые вообще никуда нельзя использовать. Никто их не принимает. Это как мусор какой-то, я не знаю. Ну или просто как дополнение. А в Skyrim вообще их нет. Хотя, может, и есть. Может, я их никогда не обращал внимания, друзья. Может, знаете, чисто одно сделали, как пасхалку. Это реально пасхалка к Обливиону. Вау. Едем дальше. Что значит комбинировать магию? Магия плюс магия. Все равно магия. Это просто фраза. Комбинировать магию. Хм, не знаю. Это просто он сказал, что ее можно комбинировать, но магия-магия. Один черт магия. Медведи-оборотни. Медведи-оборотни. Люди-медведи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понимаете, что это отсылка была изначально к Солсхейму? Эта фраза была еще до того, как вышло дополнение. До того. Это он говорит за оборотню медведя, которая есть только на Солсхейме. Ого. Ого. Ладно. Майк недавно видел грязевого краба. Ужасное создание. Ну, грязевой краб вообще-то есть везде и по кругу. Повсюду, точнее. Везде и повсюду, но... Может быть, он видел того самого грязевого краба, который торговец с Морвинда? Говорят, есть такая вот, знаете, миф, что где-то на просторах Скаирима или на Солсхейме есть краб, с которым можно торговать. Так же, как и Морвинд. Просто все его всегда убивали, а на самом деле нужно было с ним пообщаться. Как вы думаете, а? Напишите ваше мнение. Фу! Ладно. Ну, это просто то, что он любит Народская Рима. Майк однажды поднимался на высоких Ротгар. Хотел ступеньки посчитать, но их столько, что Майк сбился со счета. А вот интересно, их действительно 7 тысяч, а? Кто-нибудь считал? Вот ради интереса нужно будет узнать. Ладно. Падает снег. Какая разница, куда он девается? Майк думает о красоте Снежина. А, это так, знаете, файно, классно. Драконы никуда не девались. Они просто были невидимы и вели себя очень-очень тихо. Ммм, тут он как бы рассказывает заглавный квест, что драконы не умерли, они просто были как бы в замороженном состоянии, и Алдуин уже их оживил. Хмм, это заглавный квест. Майк слышит много рассказов о войне, но среди них мало правдивых. Угу. Это что значит? Нельзя никому верить про войну? Или просто фраза? Ладно. Майк слышал, что скайримцы внешне симпатичнее сиродильцев, но это не особенно важно. Для него все люди симпатичные. Хмм, какая милаха. Все симпатичные, все хорошие. Никакой агрессии, друзья. Как говорится, никакого расизма. Однажды душу Майка захватили. Неприятное ощущение. Думай об этом иногда. Это где его душу захватили? В Моровинде или в Обливиане, друзья? Если кто-то что-то знает об этом, напишите, мне очень интересно будет узнать. Хмм. Для Майка не важно, красив кто-то или умен. Важно лишь, что он умеет делать. Да, друзья. Тут, как говорится, просто игра. Говорит, что самое главное, то, что он умеет делать. Хотя... Ладно, едем дальше. Майк знает много. Говорит мало. Майк знает многое, чего другие не знают. Почему же ты все это не рассказываешь нам? Ой, дракон. Майк может быстро путешествовать. Некоторые ленивцы пользуются повозками. Для Майка это все одно и то же. Ммм. Быстро путешествовать? Может, это за счет того, что он говорит за быстрое путешествие, которое было добавлено в Обливиан и в Скайрим? В Моринде, например, этого не было. Может быть. Может быть. Некогда в Скайриме было много бабочек. Теперь их не так много. Наверное, я их себе повылавливал. Как круто. Ладно. Майк носит с собой два оружия. На всякий случай. Если носить одно, вдруг оно сломается. Вот будет неприятность. Это 100% к прошлым сериям, друзья. Прошлым. Потому что в Моринде в Обливине оружие ломалось. Скайриме это все убрали. Ти-ти-ти-ти-ти. Ладно. Что-то странное происходит с каджитами, когда они прибывают в Скайрим. В смысле что-то странное? А это к чему? К чему это? Может из-за того, что тут они едят лунный сахар из куму? Пьют. Хотя нет. Там же, наверное, так же. Это как наркотик. Почему странное? Ребята, знаете ответ? Напишите. Почему солдаты стреляют по мишеням? Стреляя по живым целям учишься гораздо быстрее. Ну, это просто факт. Конечно, по живым. Они же двигаются, и ты набиваешь свою руку. Да. Это просто. Просто-просто так. Майк знает, почему фаунеры слепые. Исчезновение двеймеров тут совершенно ни при чем. Правда? Вот так вот. Ага. Двеймеры совершенно ни при чем к фалмерам. Ребята, вот не знаю почему, но мне почему-то кажется, что в шестых, в шестых свитках откроют тайну исчезновения двеймеров. Вот, вот. Что-то чувствую я, друзья. Просто чувствую. Ладно, едем дальше. Не пытайся блокировать, имея два оружия. Только оконфузишься. И вообще, лучше дважды ударить. Ну, тут просто он рассказывает за механику игры. Не пытайся. Конечно, двумя оружиями ты не сможешь заблокировать. Только-только бить. Если одно оружие, то еще можно. Два нет. Майк не помнит своего детства. Возможно, его и не было. Возможно, это как бы он напоминает, что он просто как пасхалка. Скорее всего. Просто как пасхалка он есть во всех свитках. Некоторые говорят, что Алдуин это Акатош. Некоторые говорят, что Майк это лжец. И верьте ни тому, ни другому. Ага. Алдуин-то понятно, что он не Акатош. И тут как бы он еще говорит, что Майкл не лжец. Это значит, что в любом случае он говорит правду. Хоть это правда какая-то странная иногда бывает. Майк реалист. Ему нет нужды в мистицизме. Угу. Вот такой вот Майкл. В Скайриме много снега. Предостаточно. Майку совсем не хотелось бы больше снега. Хм-хм. Ну, конечно. Он же Каджит. Он хочет тепло. Тепло. Норды так любят бороды. Столько бородатых. Майк думает, они мечтают о роскошных книгах Каджитов. Ха-ха-ха. Это просто. Ха-ха-ха. Красавчик. Откуда известно, что есть город Винтерхолд? Майк его своими глазами не видел. А ты? Как это? Ха. Ну да, там маленький городишко и коллегия Винтерхолд. А где же город Винтерхолд? Огромный город. А? Ха-ха. Ого, как он подметил. Слишком много магии это опасно. Майк как-то наслал два заклинания одновременно и сжег свой сладкий рулет. Ха-ха-ха. Ну это легендарная отсылка к сладкому рулету. На некоторые вещи люди в Скайриме смотрят более широко, чем жители других провинций. Угу. Вот такой вот факт. Хм. Майк не понимает, что такого особенного в крике. Майк тоже может крикнуть, когда ему захочется. Майк слышал, что дружить с тобой опасно. Да, я опасный тип. Норды часто носят броню из меха. Иногда это нервирует Майка. Ха-ха-ха. Да я думаю, что его нервирует. Всех конжитов, наверное, это нервирует. Некоторые, отправляясь искать приключения, берут с собой друзей. Майк думает путешествовать в одиночку лучше. Никаких споров при тележе трофеев. Я тоже, я тоже больше всего люблю именно в одиночку. Не знаю, никто не путается. Ну, не знаю. В основных прохождениях я всегда играл сам. А как вы играете? Сами или с компаньоном? Ладненько, друзья, на этом все. К сожалению, я не услышал. Может быть, вы какую-то, может, маленькую подсказочку за Elder Scrolls 6. Нет, в основном было за прошлые серии и за текущий геймплей. Хотя, когда выйдет за Elder Scrolls 6, друзья, мы, наверное, знаем. О, да, ладненько, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем пока. Однажды Майк попал в неприятную ситуацию в Рифтоне и бежал в Виндхельм. Хорошо, что там никому не было дела до Майка. Если кто-то подкрадется, я его учую. Или не учую. Посмотрим.